Гитмовис. Канал для всей семьи. А кто такие фиксики? Большой-большой секрет! Поиграем? Не хочу. А в солдатиков? И в солдатиков. Да что случилось? Меня Катя на день рождения не позвала. Почему? Мы играли в шахматы, я сделал глупый ход, а она не дала переходить. А ты? Я ее врединой обозвал, вот и поссорились. Ну так пойди, извинись! Делов-то! Заодно и поздравишь! Все у тебя просто. Я даже подарок не подготовил. Шарики есть? Вроде были. Не шар, а сосиска какая-то! Сам ты сосиска. Погоди! Из нее можно собачку сделать! Точно! Вы когда-нибудь видели такие длинные шары, похожие на колбаски? Из них делают животных, цветы и даже людей! Называется это смешным словом «двистинг», потому что в английском «двист» значит «крутить». Берем шар, надуваем, но не целиком. Нужно оставить место, чтобы воздуху было куда двигаться и шар не лопнул. С одного конца скручиваем три колбаски. Те, что ближе к центру, вместе проворачиваем по кругу. Получается голова и уши. А теперь крутим шею, передние лапы и самую большую часть – туловище. Затем задние лапы и хвост. Круть, вверх и собачка готова! Теперь попробуйте сами! Какая-то она мелкая! Нужно еще что-нибудь подарить! Робот! Сломанный? Может, машинку? А это что? О, мяч до зарядки! Мне его давно подарили, а я им не пользуюсь. Пойдет! Только надуть надо! Так красивее! Ох, голова кружится! Может, веном? А если пылесосом? Ну, вы даете! Кто же пылесосом надувает? Что было под рукой, то и взяли! А насосом? У меня только велосипедный! Тащи! Насос состоит из цилиндра, ручки и шланга с насадкой. Внутри него спрятана вот такая деталь – поршень. Когда мы тянем ручку вверх, воздух засасывается внутрь. А когда опускаем, поршень выталкивает его через шланг в мяч. Человек так сильно и быстро дуть не может. Кстати, обратно воздух тоже не выходит. Ему мешает клапан, который выпускает воздух, если только на него нажать. Что это ты спустя год про свой подарок вспомнил? Дима, чего Кате подарит на день рождения? Вы с ума сошли? Вещи передаривать нельзя! Да ладно тебе! Мяч почти новенький! Вот именно, что почти! В подарок нужно душу вкладывать! А ты что вложил? Водок вложил! Водок скачает! Все равно так делать нельзя! Можно? Нет! Да! Теперь мы с Катей никогда не помиримся! Без паники! О, еще шарики есть? И насос есть! Сейчас все сделаем! Дим Димыч? С днем рождения! Это тебе! Ого! Спасибо! И прости за шахматы! Ты тоже меня извини! Глядись! Давай больше не ссориться! Давай! Мир! Пока вы тут больше не ссоритесь! Там весь торт съедят! Хе-хе-хе! Нолик! Боишься, что тебе не достанется! Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе! Снег Ну, куда ставить елку? Давай в этот раз сюда! Мы год назад сюда ставили! Вот и прекрасно! Каждый год одно и то же! А давайте лучше в снежки поиграем, как люди! Ага! Ты в снег провалишься и нам тебя искать? А правда! Может, встретим этот Новый год в холодильнике? Лучше в морозилке! Люди сядут за стол и не будут нам мешать! А снег? И снег найдем! Что такое снег? Когда вода испаряется из рек и морей, она улетает в небо и снова становится жидкой! Эти капельки такие маленькие и легкие, что зависают в воздухе и образуют облако! Если капли в нем сольются, то станут крупными, тяжелыми и пойдет дождь! А когда холодно, они замерзают и превращаются в кристаллы льда! Во все стороны у них вырастают лучи! Вот вам и снежинки! Они бывают самых разных форм и размеров! Звездочки, иглы, столбики, даже треугольники! И у каждой свой неповторимый узор! Кстати, двух одинаковых снежинок пока еще не удалось найти ни одному ученому! Холодильник лучший кровь для того, кто смел, для того, кто смел, для того, кто смел, для того, кто смел! В нем пингвин всегда здоров, и медведь в нем бел, и медведь в нем бел, и медведь в нем бел! Что-то мы летом и зимой вечный Новый Год! Может, даже там порой нет мороз живет! Ух, зябка! Не зря я вчера морозилку почистил! Да-да-да-да! Нет-нет-нет, здесь слишком холодно! Ха! Мы морозоустойчивы! Ага! Нолик уже весь синий! Но я и так синий! Не спорьте! Переберемся в холодильник, там теплее! Холодильник для синиц и для снегирей, и для снегирей, и для снегирей! Он прокормит зимних птиц много-много дней, много-много дней, много-много дней! Веком и летом и зимой вечный Новый Год! Может, даже там порой нет мороз живет! Куда ставить? Давайте сюда! Тут снега нет! Главное, чтобы нас не увидели! В холодильнике вода! Прямо для моржа! Прямо для моржа! Прямо для моржа! В эту воду он со льда Пригнет не дрожа! Пригнет не дрожа! Пригнет не дрожа! Там и летом и зимой Вечный Новый Год! Может, даже там порой Где мороз живет! Еще одна кастрюля И мы останемся без Нового Года! И без снега! И вот это так, нет! Зря мы это затеяли! Пойдем домой! В телевизоре спокойнее! Мася, а давай все-таки в морозилку! Снега там тоже нет! Но и не точно найдем! А чтобы не замерзнуть Будем водить хоровод! Уговорили! Бежим! Ведь скоро Новый Год! В холодильник нужен всем! Там снега и льды! Там снега и льды! Там снега и льды! Только мало там совсем! Место для еды! 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 Ха-ха-ха! 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 Метеостанция весь день солнце обещает! Какая метеостанция? Домашняя! Только вчера купила! Пойдем покажу! Домашняя метеостанция Вечная еды! То уроки, то кружки, то вообще! Спит! Теперь еще и гулять идет! Спасибо новой технике! А, кстати, отличный прибор! Домашняя метеостанция – это умный градусник! Она определяет, какая сейчас за окном погода и предсказывает ее на несколько часов вперед! И не только температуру, но и скорость ветра! А еще будет ли снег или дождь! Состоит такой прибор из двух частей! Датчик висит за окном и передает сигнал на панель с экраном, которая стоит дома! А многие станции еще умеют посылать сообщения на телефон! В общем, классный гаджет! Вернемся, сниму про него обзор! Ага, я собираться! А что, если нам погоду немного изменить? Силой мысли – силой фикситаба! Поколдуем! Поколдуем! Ха-ха! Сработало! Сюда! Уходишь? Фрик, я помню! Погуляю и вас дорисую, ладно? Конечно, конечно! Вот только, кажется, дождик собирается! Ага, так я вам и поверила! Котен! Возьми зонтик! Прогноз поменялся! Но это же не страшно, правда? Ну да! Подумаешь, дождь! У меня зонтик всегда с собой! Зато я свой куда-то делала! Поможешь найти? А теперь что скажете? Нашла! Ой! Мам, тут опять! Ого! И похолодало! Возьмем шарфы! Да я сделаю! Люди предсказывали погоду с давних времен! Раньше это делали с помощью примет! Птицы летают близко к дождю Ночью небо без облаков, завтра жди мороз А в 17 веке, когда Галилео Галилей изобрел термометр Появилась наука, метеорология Тогда же создали вертушку, которая указывает направление ветра, флюгер А еще гигрометр Он показывает, насколько воздух влажный Сегодня все изменения погоды фиксируют датчики Данные с них поступают ежесекундно А обрабатывают их мощные компьютеры Да что там! Есть даже спутники, которые собирают данные о погоде на Земле из космоса Или погода сошла с ума, или метеостанция Может, в интернете проверим? Точно! Где мой телефон? Эй, фиксики! Что теперь делать будете? Вылезайте! Или я вас вообще рисовать не буду А как тебя еще дома удержишь? Ну не дуйтесь! Мы же договорились! Вернусь и продолжим Ха-ха! Вот и пыль! Только если почините метеостанцию А мы ее не ломали? Ну что, мир? Эх, мир! Ты смотри, все-таки станция нас подвела А я с ней помирилась Перезагрузила Все работает Какая ты умница! Тогда идем, пока еще что-нибудь не изменилось А может, и нам с тобой пойти прогуляться? Ха-ха-ха-ха! Смотри-ка, дождь все-таки будет А они зонтики забыли Ну, это известная штука Забудешь зонтик, под дождик попадешь Голограмма Так, семь! О, у меня такой номер есть! Эх, везет тебе, Файл! Хатош! А? Кусачка! Эй, кусачка! Фу! Я же почти выиграл! Вечно эта кусачка все портит Ну, она тоже играть хочет Ей что? Места мало Помогай! Сейчас расставим копыла Ага Она прибежит и опять все сломает Ха-ха! Надо ее чем-то занять Мы ее покормим, да? Почти Сделаем конфету в виде голограммы на телефоне И пусть кусачка голову ломает Как ее съесть! Давай! Только голограмма Это что? Голограмма Это объемная картинка в воздухе Со всех сторон она выглядит Как настоящий предмет, но прозрачный Сделать ее можно и дома Для этого Надо склеить рамку из прозрачного пластика Подойдет любая пластиковая коробка Вырезаем четыре стороны И соединяем Теперь Находим в интернете Видео с 3D-голограммами Включаем И ставим на телефон нашу заготовку Правда здорово? Класс! Как настоящая! Кусачечка! Иди сюда! Что-то не очень ей с голограммой-то интересно Может Она просто конфеты не любит Точно! Собака же хищник! Готово! Тихо! Но сейчас-то что не так? Голик, вот мы олухи У этого мяса запаха нет Готово! Прячься! Теперь пойдем играть? Ага Не думал, что голограмма так сработает Папфайер! Надо ей помочь! Оп еще! Сама виновата! Нет! 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 Вы наверняка замечали Что в кино Супергерои Часто используют Голограммы Например, чтобы позвонить Напарнику Или заглянуть в карту Но эта технология Есть и в реальной жизни С ее помощью Ученые делают Модель человеческого тела Так его удобнее изучать В музеях Тоже есть голограммы И экспонаты И экскурсоводы Преподаватели таким образом Уже читают лекции Как настоящие Правда? А в цирке Объемные изображения Заменили зверей Теперь вместо слонов Медведей и дельфинов Выступают их трехмерные копии И отлично Ничем не хуже оригинала А животные Пусть гуляют на свободе Кусачка Кусачка Кусачка, прекрати Ты чего? Бедненькая Кто это сделал? Кусачка, не дергайся Я тебя спасу Кто это придумал? Мы хотели кусачку голограммы отвлечь А она ей на нос наделась И по делам Нечего было нам мешать А может это вы мешали? Фаер, наверное надо было на столе играть Вот еще Где хочу, там и играю Ладно, что-нибудь придумаем Чтобы и фиксики целые кусачки сыты Так, посмотрим Семь, пять Бинда! А классно ты все-таки с катапультой придумала И Владуа нас обыграла Как обычно, первая всегда Вообще-то ты, Фаер, сегодня тоже победил Это где? В игре Догони меня кусачка Самолет Молик, клади ровнее Что делаете? Самолет строим Из тряпочек Ха-ха-ха-хаiseen Очень смешно Самолет из металла собирают Ну вот и сделайте свой, какой хотите Хм, да легка Эк Семка, а точно эта ткань нужна? Конечно Она же не обычная А с секретом Для создания самолетов часто используют прочный и легкий материал углепластик Его делают из особой ткани, нити для которой получают из нефти На заводе ткань укладывают форму, пропитывают смолой и сильно-сильно нагревают в огромной печи Вещество затвердевает и превращается в углепластик Из него производят не только самолеты, но и яхты, машины и даже клюшки для хоккея Кстати, люди давно соединяют разные вещества, чтобы получать новые с необычными свойствами Это не только углепластик, но и бетон, папье-маше, фанера Такие составные материалы носят название композиты Так, теперь красить Ау! Нолик! А? Ага! Я только быстро гляну, что у них там, и вернусь Пожалуйста Вот это мощь! Нравится? Очень! Так оставайся! Работы всем хватит! Нолик! Нолик! Ты чего там застрял? Нолик! Нолик! О! Вернулся! Все-таки у вас настоящая машина! А у нас... Эх! Упс! Я пошел! Упс! 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 Ну что? Монстр против тряпочек? Еще посмотрим кто кого! Да! Может не полетим? Не боись! Залезай! Нолик! Наконец, но не спешит в полет Ведь главный здесь пилот А он в речке спит Сам самолет, сам самолет Не выйдем! Энергия кончилась! Сам самолет, сам самолет Не полетит Видали? Какая машина! Ты же говорил, что наш самолет круче На своем даже лететь не хотел Ну, это я так, чтоб не перехвалить Ладно, выкрутился Давайте мы и вас покатаем Я покатаю А самолет всех выдержит? Не сомневайся Он хоть и легкий, но очень сильный Полетели! Протерли все окошки Проверили рули И вот уйдет дорожку Три раза подмели Но главный здесь пилот А он в тенечке спит Сам самолет, сам самолет Не полетит Сам самолет, сам самолет Не полетит Гитара Я в магазин, а вы помойте пол И вытрите пыль, хорошо? И кто что делает? Давай, жребий По-нашему Давай Чур победителю пыль Камень, ножницы, бумага Раз, два, три Начну с кабинета Так не честно Ты же проиграл Мы видели Сам знаю Слышали Это что, гитара? Ага Вот как папа убирается Симка, ты куда? Она у нас фонарка Смотри, что нашел Я и забыл про мою гитару Споем? А пыль? Не пропадет Ты села на мои очки 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 Села на мои очки Я плохо вижу тапочки Да, попели А новой страны у меня нет Пошли убираться Дим Димыч Сделай так, чтобы папа Из комнаты ушел Я все починю Правда? Ладно Ох уж эти фанатки Пап, а чего я опять пол мою? Давай еще раз в камень, ножницы Ну, хорошо Раз, два, три Ладно, держи Гитару можно везде брать с собой В гости на дачу В поход Чтобы ночью петь песню костра Кстати, вы знали, что ее еще называют Щипковым инструментом? Ведь струны щиплют пальцами От прикосновения струна мелко-мелко колеблется И издает красивый звук Чем она тоньше, тем звук выше И наоборот Чтобы сыграть мелодию Нужно зажать струны на грифе Длинной деревянной дощечке У гитары много родственников У курили, банджо, домбра, лютня Даже балалайка Всех не сосчитать А мне больше всего нравится Мощная электрогитара Ее подключают колонкам Чтобы было слышно на весь стадион Класс! Ого! Как ты починил? Струну у запасной нашел Тогда продолжим? Купил я новые очки Купил я новые очки Купил я новые очки Купил я новые очки И снова вижу тапочки Снова вижу много-много всего Дальше носа своего-своего Но только лучше мне совсем Не любоваться этим всем Пока я подбаложки Пока я подбалочки Пока я подбалочки Пока я подбалочки Пока я подбалочки Ты съела все конфеточки Мама? А мы тут песни поем? Я вижу Нравится? Очень Особенно, когда вокруг все чисто Дорогая, мы как раз собирались Вот и хорошо А я вам сыграю И убираться будет веселей Башня Дедушка, почему мы и дома учимся? Разве это учеба? Один тест и я вас отпущу Привет! Все занимаетесь? А мы попрощаться заскочили Летим в путешествия Ого! Одни? Да нет! С Басей, конечно! Что, Симка, скучать будешь? Вот еще! А вы же ненадолго? Может и навсегда Так, то есть как? Вы не можете так просто уехать? А это Бася решила Хочет башню посмотреть Так мы и здесь этих башен настроить можем А зачем? Как учебное пособие Нельзя же ничего не знать О великом архитектурном сооружении Кстати, к какой башне вы едете? Мы не помним Что стоите? Помогайте! Сломать башню из копиков легко А настоящая стоит сотни лет Сначала инженеры ищут для нее место Где почва точно не просядет Архитекторы делают 3D-модель будущего дома Затем строители заливают фундамент И строят этаж за этажом Когда высоты подъемного крана Уже не хватает В него добавляют секции А если башня планируется очень большой Детали подвозят даже вертолетами Ну, про эту башню Бася говорила Не-а Тогда сделаем новую Может, просто фото посмотрим? Для тех, кто не хочет строить Все еще есть тест Хм, ну, конечно О чем я думал? Ах, то, что нужно Она? Не-а На ней она сто раз была Вспоминай Что она еще говорила? Ладно Нам пора Стойте, стойте Сейчас соберем другую Деду, а что Дим Димыч родителям скажет Если они все это увидят? Скажет, сам сделал Быстрее И чего дедус из-за этой башни так переживает? Если бы из-за башни Люди строили башни с древних времен С высоты было удобно вести наблюдение Вдруг приближается враг Тогда же появились и первые маяки Освещавшие путь кораблям Это тоже башни В средневековье на них начали вешать колокола Если где-то разгорался пожар Смотритель звонил изо всех сил И все бежали на помощь Потом на башню в центре города поместили часы Чтобы узнавать время Затем стало ясно, что внутри строения такой формы Можно хранить воду Сегодня самые высокие здания Это телебашни Но не только Современные небоскребы Сооружают для офисов И даже как жилые дома Опять не то? А вы вообще уверены, что летите смотреть башню? И как ее удержать? Кого удержать? Башню пизанскую заваливается Ой, сколько башен Это Дегас построил для вас! Гениально! Ничем не хуже оригинала Так оставайтесь Ну, зачем куда-то уезжать? Хотите еще соорудим? Какая ваша любимая? Не знала, что вы такой деятельный Бася, может правда еще побудем? Тут школа, друзья И что мне с вами делать? Ладно, так и быть Оставайтесь с профессором, а я полетела Вы ведь присмотрите за мальчиками? Ну, как же! Не волнуйтесь, я на пару дней Куда я без вас? Раз Два Виртуальная реальность Четыре Пять Мы идем искать Ты Дим Димыча, а я Катю Так быстро я еще никого не находил Это все только потому, что я большой Катя, это не мешает Кстати, а где? Вам маленьким И прятаться легче И вообще все Никаких забот Уверен? Я бы с радостью побыл фиксиком Жаль, это невозможно Хм, возможно Как? С помощью очков виртуальной реальности Точно! У Кати как раз так и есть Жаль, она все самое интересное пропустит Как же, без меня вы очки не найдете? Ой Внутри очков виртуальной реальности Есть две линзы На которые поступает изображение Оба глаза видят очень похожие картинки Но снятые камерами с разных углов И мозг думает, что это один объемный 3D кадр Сколько ни верти головой Его краек не видно Кстати, все движения чувствуют датчики Поэтому в виртуальных очках можно играть Кататься на аттракционах И даже тренироваться Готово! Мы такую игру придумали! Сейчас проверим, какой из тебя фиксик Тебе надо добраться до кухни И починить тостер За 5 минут Мне и трех хватит Включайте Ого! Какое все огромное! Ой, мамочки! Прыдай! Высоко! Я говорил, он и минуты не протянет Тыдыщ! Это было нетрудно А теперь доберись-ка до лестницы Да тут всего три шага Ха-ха! Ага! 133! Беги, Тим Тимыч! Беги! Фух! Ой! А фикси-борта где? Фиксика всегда выручает смекалка Тим Тимыч, хватайся за веревку Мамочки! Надо будет тоже так попробовать Кусачка, привет! Кусачка? У меня дома? Шутка! Ай! Это же я! Ой! Ай! 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 Рано радуешься! Еще тостер чинит Минута осталась А как я без помогатора? Ну... Ай! Тоже шутка Ой! Ай! Помогите! Помогите! Остер, беги! Деши-пикси! Тут темно же! У меня и волосы не светятся! Спасите! Не хочу быть больше фиксиком! Первые очки, в которых можно было увидеть объемное изображение, изобрели еще в девятнадцатом веке. Назывался этот прибор стереоскоп. Ничего не напоминает. Сегодня в похожих очках смотрят кино в формате 3D. А теперь вернемся в прошлый век. Тогда придумали первый аттракцион с виртуальной реальностью. Затомывая голову внутрь вот такой машины, человек ощущал себя, например, гонщиком. Он видел картинку, слышал звук, чувствовал запах. И кресло под ним фибрировало. А сегодня сидеть-то в одном месте не нужно. Просто надеваете на голову шлем, берете пару датчиков и вы в игре. Спасите! Спасите! Все, все, снимай очки! Кто я? Где я? Ну как, легко быть фиксиком. Никаких забот. Пожалуй, я лучше останусь человеком. А я другую игру принесла. О, вот тут ни от кого прятаться не надо. О, опять! Нет! Шовка!